Дарк Соул Стрим 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 Посмотрите, как это круто смотрится с короной этой божественной танцовщицы. Все, отправляемся, отправляемся. Отправляемся. Я пойду да по льду да по тоненькому льду. Так, подземелье катакомбы карту. После катакомбов карту будет Иритил. Нам еще доступен Ацейдус. Я пока не знаю, куда мы потом дальше пойдем. Куда-то пойдем, скорее всего. Очевидно. О, колеса, колеса крутятся. Дорогой длинною, даночкой темною. Так что... Оп, оп. Побежали тут. Крысы, то есть, ну короче, все как мы любим. Там одна здоровая крыса. Обожаю крыс. Особенно, которая, блядь, как из некрономико. О, да вы че? Да угомони. Так что-то у меня громко играет. Я чуть тише сделаю. Аж этот самый... Сознание разрывает. Так, пойдемте. Мы вас с женой. У нас тут, блин, всякие жижи на потолках. О, да, да. Я вот не помню, мы там были, не были, вот если честно. Вот нахера я туда иду? Непонятно. Ну ладно, пойдем. Сейчас эта жижа спрыгнет. Оп, оп. Вот она. Неприятная жижка. Сейчас, все. Подхилимся, да. Немножечко. Оп, 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 оп. Отлично. Не хочу на них я ману тратить, если честно. Ну ладно, давайте. Почему у меня говно одно? Вот я честно, я не понимаю. Без заклинаний. О, а мы, да, нормально пихтерим. Им прям нормально прилетает от магии. Давай, прыгай. Жижка. 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 Не хочет. Блин, эти горцующие пони прям... Прям они капец какие неприятные. Ага. Ты гляди, деловая. Ха-ха-ха. На. 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 Усохни, выдра. Так. Вот. На самом деле, вот мы пойдем к Вальниру. У Вальнира такая довольно, я скажу, трагичная. Судь... Судьб... Судьбинушка. Судьбинушка. Вот. Потому что... А мы, походу, тут были. Мы, походу, тут были. Да, мы тут были. Сто процентно. Поэтому мы отсюда уходим. Че-то я этот момент как-то не прощупал. Ну, ладно. Че, ничего страшного. Так вот, у Вальнира довольно-таки трагичная судьбинушка. По той простой причине, что он был правителем Картуса. Вот. И он испугался надвигающейся тьмы. А-а-а. Так мы тут все открыли. Боже. Так это же прекрасно. Это же прекрасно. Так вот. Он боялся тьмы. И в какой-то момент тьма начала его поглощать. Поглощать. И он испугался. И он стал просить помощи от тьмы. И, собственно говоря, он стал тем, кем он является по сути. Вот сейчас, кого мы увидим. Вот. Но смысл заключается в том, что у Вальнира были браслеты клириков. Браслеты клириков, которые позволяют ему, позволяют ему не погрязнуть тьму во тьму полностью. Ну, что ты? Ой, господи. Да отстань от меня, а. Ой, господи. Так, ну мы не были на втором этаже. Пойдемте его таким исследуем. Вот. И, короче говоря, этот Вальнир, этот прекрасный человек. Деспотичный весьма. Ну ты гля. Стал тем, кем он есть. Огромной, огромным скелетом. Со всеми, так сказать, вытекающими отсюда последствиями. Давайте. Боже, что это? А, а, я понял. Откуда ты взялся? Ага, да гляди. Да отстань от меня. Какие? Бля, потеря крови. Смерт. Ам, блядь. Ненавижу их. Я тут играл, короче. Я параллельно еще соло прохожу. Ну вот. И играл, короче, типа, дошел до тлеющего ущелья. Убил Вальнира. Ну вот, с горем пополам. Ну, хотя на самом деле он считается не самый сложный босс в Dark Souls. Но суть остается таковой, что это Dark Souls. Ну его нахрен, как говорится. Ну, короче, что я, в общем, дошел до тлеющего ущелья. И так меня там жестко стращали. Так жестко, что я прям охренел. В общем, в итоге я плюнул, думаю. Думаю, запишу видео. А потом продолжу. Ну, в общем, посмотрим, короче. Тоже покажу вам сегодня тлеющие ущелья. Очень красивая локация. Прям, блин, крутая-крутая. И! Да отстаньте, крыса. Всё. Да иди ты, блин, в пень. Вот так вот. Вот так вот, а! Хе-хе-хе! Лучник хера. Ты глянь, что делает? Отпрыгивает, а! Иди и сражайся со мной в честном кумите. О! Я ловушку активировал. Хе-хе-хе! Кстати, у меня было недавно открытие тоже. Я обнаружил, что ловушки таки тоже дамажат по мобам. Это очень удобно. Поэтому можно даже выстроить с ними долгосрочные взаимоотношения с ловушками. Чтоб они помогли. Блядь. Долбанный колокольчик, а? Ну как так? Да иди ты, не буду я с тобой биться, блин, вручную. Это прям вообще неприятно. Ахуйня. Так, 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 кто? Кто, блядь? Кто? А-а-а, вон оно чё. Вафельница херова. Я-то вы не представляете, что будет проходить на тлеющем ущелье. Это прям... Да пошла вон! Уроды, курки. Курки! Так, а я не помню, я убивал там фантома или не убивал. О, крабик! Хи-хи-хи! Оп! Чё-то такой жирный-то крабик. Тайный самоцвет, удобно. А-а-а-а, да-да, убивал, поэтому... Поэтому пойдёмте с Анри побалакаем. Что она нам рассказывает? Она всё ищет Горации, она вся такая расстроенная. Прям где Горации? Ну-ка, ах, здравствуй, мы опять встретились. Тебе не встречался Гораций? Нет. Ясно, понятно. Я обыскала все сверху донизу, но безуспешно. Вероятно, он оставался в катакомбах. Ох, Гораций, куда же ты убежал? Да хана твоему Горацию. Ох, Гораций, куда же ты убежал? Понятно. Все, до свидания. Нечего. Гораций. Да вы... Не в себе, что ли? Вообще прям неприятно. Вот поэтому мосту нужно очень быстро пробежать и разрушить его, потому что так сказать будет Ахтунг. Э! Вон, видели почему? Потому что скелет прибежали. Ура! Так, ну что? Идем на Вальнира. Весьма симпатичный босс. Такой огромный гигантский скелет. Я не буду возжигаться, наверное. Ну вот, потому что тут призвать все равно никого не получится. Такое ощущение, что он прям заскриптован как соло-босс. Поэтому смысла не вижу. Чтобы активировать Вальнира, нужно потрогать вот эту вот чашу с черепом. Давайте. Синематики, синематики Dark Souls. Самые прекрасные и красивые синематики. Тьма, тьма, тьма распространяется. Вот, вот умеют они это делать. Прям умеют. From Software в смысле. О! Мы во тьме. А вот он наш божественный Вальнирчик. Короче, смысл в том, что ему нужно сбивать браслеты. Да, если бы он еще в текстуры не проваливался, вообще было бы отлично. Есть. Да, он будет призывать нежить еще различно. Оп, оп. Что такое? Ха-ха-ха. А, тьма. Черт. Черт. Сука, мерзкий. Ну как? Как? Как так? Как ты это сделал? Как, тварь? Как? Почему? Тебе последний браслет оставался, тварь. Сука, последний тварь браслет. Это прям вообще прям несправедливо. О, бля. Бежит. Гляди. Крысы долбаные. Ну ничего. Мы ж тоже с вами-то, товарищи, так сказать, нормальные. Вообще в себе, в адеквате. Все. Все, все. Бегите, бегите и падайте вниз, так сказать. Ну ничего. Сейчас мы это все упущение быстренько организуем. О, хотя бы души тут. Это уже радует. Я скипаю ролик, потому что все уже его посмотрели. Ты можешь бить по браслетам? Бей по браслетам. Есть. Один снесли. Второй. На этой же руке. Руки, руки, рученьки, ручонки. Мерзкий. Ну дай, дай, дай я тебе. Где твоя рука? Как удобно. Есть. Ничего, гнида. Я тебе сейчас отвечу. Покажу. Тватья, он меч призывает. Вот скотина. Дай мне, дай мне руку. Дай мне свою руку. Падла, блин. Дай, дай руку. Руку дай. Валенок. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все, отлично. Отлично. Душа Верховного Повелителя Вальмира. Прекрасно. Прекрасно. Вот мне не надо было говорить, что это самый легкий босс Дарк Соулс. Поэтому я бы убил его с первого раза. Вот потому что я так сказал, поэтому я и помер первый раз. Но он не смог устоять перед нашей элегантностью. Поэтому пускай тусит там во тьме. Да, кстати, его засосала тьма обратно. И мы открываем дорогу в Эритил. Открываем дорогу в Эритил. А Эритил это практически то же, что и Анор Лонда. Ну, типа, это пригород, так сказать, Анор Лонда. Вот. Поэтому пойдемте. Так, костерок, костерок, костерочек. Мы возжены. Это прекрасно. Прекрасно. Вот. Мы бежим дальше. Открываем Эритил. Эритил. Открыли. Эритил. Эритил открыт. Открыт. Прекрасно. И покажу вам три клеющие ущелья. Вот. Очень красивая локация. И довольно-таки смертоносная. Я бы так сказал. Катакомбы Картуса вернулись. Она находится... Ну, она, в принципе, считается так же катакомбами Картуса. Только чуть ниже. Под нами. Поэтому мы дойдем до костра хотя бы. Я надеюсь, что мы дойдем до него. Спускаемся ниже. А там что-то внизу лежит. А как туда спуститься? Мне прям интересно. Ну, конечно, прыгать это смерть. Это все. Это прям... Ну, тут, короче, не спустим. А, ну, это скелеты, которые упали вниз. Ну, типа, я думаю, что, может быть, наверное, как-то... Так, сейчас будет прям... Неприятная херня. О, здравствуйте! Че я так херово дамажу по нему? Огончик. Огонек. Огонек. Я его буду называть Огонек. Отлично. Умер. Какой мерзкий демон. Так, там, короче, мимик тусит. Сначала мы со скелетами разберемся. Ага, деловой. Че ты там пытался? Где ты? Иди сюда, тварь. Где ты, тварь? А ну, давай, соберись, соберись. Оп! А! О, о, ля. Оп! Хе-хе-хе. Сейчас этот соберется. Ой, ну вот, хайде. Да умри уж. Так, мимик, 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 мимик. Мимик это неприятно. Ненавижу мимиков. Вот это вот чудище, вот это мерзкое. Как отличить мимика от того, типа, мимик это или сундук? Вот видите, сбоку цепь. Вот если цепь смотрит на тебя, это мимик. Если цепь смотрит от тебя, то это не мимик. Их, хе-хе-хе. Зубастая мразь. Оп! Оп! Я всегда попадаюсь на эту уловку у него. Он пендаля хочет мне отвесить. Оп! Хе-хе-хе. Ну вообще пихтерит он так знатно прям. Ой, ой. Смерт. Меня Отпихтерил, сука, мимик. Но вообще они больно бьют. Я так полагаю, что лучше все-таки брать быстрое заклинание. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Короче, ладно. Ладно. Он такой, типа, решил, что он Может. Но мы-то тоже с вами. Так сказать. Не из одного места. Поэтому сейчас все будет. Сейчас мы убьем мимикам. Сейчас кинем мост. Так, отлично. Отлично спускаемся вниз. Ох, меня стращать тут будут. Я прям чую это. Прям будут меня трахать в попу очень медленно. Иди сюда, тварь. Оп, 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 оп. Ага. Че, такого ты не ожидал, да? У-у-у-у. Все. О, сохнет. Черный клинок. Что за черный клинок? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что за черный клинок. Так. Так, черный клинок, черный клинок. Где у нас черный клинок? Не вижу его. А, вот он внизу. Так. Черный клинок. Короткая катана, которой пользовался мечник. Особый гость верховного повелителя Вальнира. Сверкающий черный клинок толще и короче, чем у обычной катаны. Тот мечник владел чрезвычайно редкой техникой боя. Ее следы можно увидеть в сильной атаке этого оружия. Ну, давайте посмотрим, что нет, когда да. Ну, кстати, довольно быстро она бьет. Так, а сильная атака. Оп! Хе-хе. Ну, ничего, да. Ничего. Ну, возьму-ка я, наверное, все-таки свой проверенный палаш. Надо пойти бы пофармить, получить. Есть еще, кстати, офигенный меч. Называется меч тьмы. Вот это прям крутая тема. Ну, палаш у меня. У меня палаш не улучшенный. А, у меня оружие. Так, длинный меч. Плюс 4. А, это... Так, ретильский на плюс 2. Длинный меч возьми. Так, все, окей. Окей, движемся дальше. В лучших традициях жанра. Разоносим всех. Блядь, скелеты. Как вы меня бесите, а. Ага. О, скеметар. Ага. Вот тут этих мразей сейчас будет очень много. Ну, видите. Ты гляди. Да отстаньте от линия. Да отстаньте от линия. О, 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 о. На. Вот так вот тебе. Чтобы прилипло. Ха-ха-ха. О, о. О, о. Вы че, чуваки? Да я так. Я вообще просто проходил мимо. Скажу, подохнете-то все, а. Все? Угомонились? Отлично. Блядь. Да ну что тебе, сука, надо от меня? На. Оп. Есть еще желающие? Все нормально? Я не помню, тут есть что-то или нет. По-моему, ничего нет. Ну, проверим давайте. На всякий случай, на всякий пожар. О, отлично. Все. Вот так вот. Вот так вот, а. О-о. О-о-о. Меч. Костер. Так, повязка на глаза старого мудреца. Кольцо ведьмы. Так, что нам дает кольцо ведьмы? Давайте посмотрим. Так, кольцо ведьмы. Кольцо ведьмы. А где оно у нас? Так, где оно? Вот оно. А, ведьма из Изолита и ее дочери. А, это, короче. Короче, там на самом деле такая мутная история изначально была. Я же тут погрузился в мир Dark Souls. Вообще, как это все начиналось. Ну, короче. Рассказываю. Изначально нихуя не было в мире. Были только, нахуй, драконы, которые, типа, бессмертные. Вот. И, типа, были просто огромные деревья, блядь. И, типа, вот, речка. Типа, деревья из речки росли. Вот. Эти драконы летали, летали, короче, летали, летали. А внизу под этой речкой жили какие-то там, типа, души. Типа, какая-то вот своя экосистема была. Вот это вот, смотрите, микробы ползали. Но они не конфликтовали с этими драконами. Собственно, драконы тоже ни с кем не конфликтовали, потому что им, типа, было похно. Ну, типа, они бессмертные, им было, они не обращали внимания ни на что. Ну, короче, летали себе и летали. В итоге, в какой-то период эта эпоха начала заканчиваться и появилось первородное пламя. И вот эти вот микроорганизмы, ну, вот эта вот челядь, которая внизу тусила, они начали тянуться к этому первобытному пламени. Вот, и отхватили свой собственный кусок пирога, так сказать, оттуда. Вот так вот, из этого пламени, пламя раздало четверо, четверым вот этим вот бактериям, я не знаю, как их называют, там, ну, типа, души, там, не души, раздало четыре магические души. Первая душа попала к Нита. Нита это был, типа, бог смерти. Далее, вот эта ведьма от колечка, колечка, тоже отхватила. Ну, она как, ее там имени нет, типа, ведьма из Изолита. Типа, Изолит это город. Вот ведьма вот эта отхватила тоже себе душу мощную. Вот, и был еще, забыл, как зовут его, господи, только хотел сказать, Гвин. Гвин, Гвин, он отхватил, типа, душу света, душу солнца или как это, света. Ну, короче. И один неприятный, очень маленький, похож на голума, отхватил темную душу. Ну, собственно, темная душа должна была ознаменовать эпоху тьмы. И должна была наступить эра людей. Короче, вот эти вот трое, Гвин, ведьма из Изолита и Ниту, начали, типа, короче, войну против драконов. То есть, они начали их пытаться убить. Гвин там повелевал молниями, это самое. Ниту насылал проклятие на драконы. А вот эта вот ведьма из Изолита повелевала пламени. Мне еще были дочери. Пять, по-моему, или шесть дочерей. Ну, короче. Я как-нибудь запишу отдельно ролики по лору, потому что лор прям очень крутой. Так вот это колечко, кольцо ведьмы, принадлежало им. Понимаете, мы его получаем. А третья часть Дарк Соулс, она там спустя кучу эпох прошла. Ну, короче, это вот уже... Нужно в первую часть играть. Ну, первую часть я соло, конечно, вряд ли пройду. Ну, в общем. Ведьма из Изолита, ее дочери, обожженная пламенем хаоса, научили людей искусству пиромантии. Вот, она же огнем повелевала. И передали им это кольцо. Значительно усиливает пиромантию. Далее. Каждому пироманту известна притча о ведьмах, которые поддерживали страх пламени и учили людей искусству пиромантии в надежде, что они научатся ее контролировать. Ну, нам это колечко не нужно. Не нужно. Мы же на чарах. На чарах. Так что мы поставим вот это все. Движемся дальше. Пошлите до костерку. До костерку. Костерок, костерочек, костерок. Вообще, на самом деле, история самого вот именно Dark Souls, она, она прям очень крутая. Я тут посмотрел ролики, послушал чувака, почитал там статьи различные. Блин, я прям офигел. Она гораздо круче, чем, ну, пожалуй, история Толкина. Вот оно, прекрасное место, тлеющее озеро, тлеющее ущелье. И тут нас будет пехтерить баллиста. Поэтому мы должны... Ой, слышите? Оп. Короче, нам нужно попасть под землю. Я вам сейчас... Не, давайте я компенсирую здоровье. Побежали. Вон она эта... Где эта баллиста? Вон она, видите? Вон она. Вот она. Вот она поворачивается, мерзкая. О! И вот с этим червем мы будем драться. Уходим, уходим, уходим! Так, нам нужно проломить пол. Нам нужно проломить пол. Вот это она пехтерит, конечно, вообще шов путь. Там крабы тусят, ну, мои люди. О! Вот это прилеты вообще. О! Все, спрыгиваем вниз. Отлично! Отлично! Мы прекрасно пробежали. Просто великолепно. Теперь нам нужно срочно найти костер. Тут тоже есть... А, ну это там кто-то бегает. В общем, нам тут уже можно быть чуть поспокойнее. Вот эта локация просто мерзкая. Ну, типа она прям вообще прям жесткая какая-то. Я прям не знаю. Там есть жирные чуваки, хаотический самоцвет. С которыми просто тупо я не понимаю, как драться. Ну, типа они, блядь, и огнем, и мечом, и подзатыльники, и лещей тебе навешивают. И ты, короче, там нищетом, ничем спастись не можешь. Ну, будем как-то стараться. Наверное, это все-таки... О! Вот они! Вот! 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 Кончены! Нормально вообще? Прилетел. Ага! Отойди от меня! Сейчас я подлечусь. Ненавижу их. Вот так вот. Да отстань! Вообще прям мерзкий. Сдох я. Они еще и поют. Они еще и поют. Вообще такие мелодии издают. Капец. Воу. Вот эти вот неприятные. Ну, поменяй оружие. Что ты по башке почесал? Слышишь, как орет? О-о-о. Собственно, меня и вот ты... Ну ты... Ну ты... Чуть вообще. Вот просто на грани прям. Я говорю, они прям мерзкие. Книга о пироманте. Осколок титанита. Осколок титанита. Еще один. Весос. Тоже неплохо. Чего нет, когда да. Тут, по-моему, какая-то секретка есть. Я, правда, не помню. Не уверен. По-моему, нет. Ни хера тут. Угу. Да ну ладно. А куда ж идти-то? Я не помню. Так. Ладно. Давайте смотреть, изучать. Вот. Так, тут мы были. А, может, сюда надо? Или отсюда мы пришли? А, о, о, костерок. Что может быть лучше, чем зажженный костер? Итак, друзья мои. Мы остановились с вами на тлеющем ущелье. Поэтому продолжим с вами в другой раз. Спасибо, что смотрели это видео. Поднимайте палец вверх. Пишите комментарий. Нажимайте колокольчик. Подписывайтесь на канал. Ну, короче, вы сами все знаете. А я прощаюсь с вами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok